Субтитры делал DimaTorzok Украинские военнослужащие прибыли на точку выполнения операции по запуску беспилотного летательного аппарата «Посидон». Сначала они разворачивают две антенны, затем собирают борт. На этом уходят в среднем полчаса. После идёт процесс калибровки, чтобы борт безошибочно выполнял различные команды в воздухе. Давай, влево! Право! Влево! Сейчас украинские военнослужащие заканчивают сборку и проверку работы беспилотного летательного комплекса «Посидон». Его стоимость около 5 миллионов гривен, весит он около 20 килограммов и дальность его полёта 150 километров. «Посидон» оснащён основным электродвигателем с маршевым винтом для горизонтального движения. Также он имеет ещё четыре стационарных электродвигателя и четыре меньшего размера винта для вертикального взлёта и посадки. Показано, что он взлетает, как квадрокоптер, вертикально. И это очень полезно. Та же самая винта с помощью втулев может зависать, но очень недавно. Такая возможность. Размер крыльев в ней – 3,5 метра. Загальна довжина – 190 метров. Літає вона десь на 50 километрів від тебе. Загальна дальность полёта – 200 километрів. Десь виходить 2 години полёта. Дуже добра камера. Камера десь 20-кратный зум. День. 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 Крестерская скорость полёта – 75 км в час. Максимальная грузоподъёмность – 3 кг. При этом украинские военные используют «Поседон» не для скидывания, а для разведки. Говорят, он достаточно устойчив к действию радиоэлектронной борьбы противника. И прекрасно показывает себя в работе ночью. Якщо пропадает зв'язок с «Белтом», він просто прилетається додому. По своему маршруту. Це дуже часто рятує лот. Прямо роботера, коли все глушиться, вона прилетает назад. Для того, чтобы научиться управлять «Поседоном», военнослужащие прошли полтора месяца курсов в украинском учебном центре. Они одни из первых, кто освоил теорию практики полётов на этом беспилотнике. Ярослав до этого работал в артиллерии, но когда ему предложили переквалифицироваться, сразу согласился. Мені це близько, я по професії етишник. Ми ведемо стрім в прямом ефірі. Це бачили. Наші ателлері, піхота, сумічні наші підрозділи. І в прямом ефірі вони приймають рішення і колеговують свої дії. Напарник Ярослава Николай – учитель інформатики. 44-х літній мужчина, уже год в армії. До этого пробыл 9 місяців в оккупации в Николаївській області. Ще місяця ці їхні обходи, паспортні перевірки і так далі – це неприємно. Не кожний беспилотник може літати в нелітну погоду. По сіду він выдерживає максимально 4 міліметра осадков, а також доволі сильні пориви ветра. Критичний вітер для нього 12 метрів на секунду, 16 метрів на секунду пориви, які він може витримувати і стабілізувати себе в повітрі. По документарі ми можемо дати до 4 тисяч метрів, але робоча висота – 1200 тисяч 200 тисяч в день і 700-800 в ночі. Ніколай вспомінає одне із успішних задань, яке удалось виповнити з допомоги пасійдона. Затем, оперативно передав координаты нахождення російських оккупантов і артилерії, наблюдає, як українські військові точно поразили цель. Пасідон же, в свою очередь, вернувся на базу для ожидання следующого полета. Анастасія Волкова, Артем Воронин из Донецької області для телеканала «Фридом».